Всем привет! Вы на канале Стридцевте, Илья, Света. А внизу Кристина. Две сестры вместе ведем блог по похудению. Немного мы уже похудели. Похудеем дальше. Девчата, мы сейчас на рынке в центре. Вот эти павильончики здесь подают всякие конфеты, сладости. Что-то немножко закрыто. Тут постельное белье, пледы, подушки. Ну это соседний, да? Со сладостями. Девчата, у нас немножко рынок тут умирает. И закрываются прям хорошие проходные места. Прям вот в центре. Ну все, на магазины, конечно, перешло. Девчата, мы идем покупать кроссовки. У меня протерлись в хлам. А у Кристи что у тебя с кроссовками? Может вернемся опять куторжеряк? А я хочу конфетки показать, мои любимые. Просто там люди как раз не было так хорошо. А мы потом вернемся. Мы сейчас будем круги наматывать. Я смотрю, стесняющие людей не хочу. Это как-то дымок, да, какой-то у нас так. Беляши, ты кровати, крисула беляши. Жирными пальцами там тыкала. Ну что-то не беляши, но какая-то засветка. Девочки, я тоже хотела кроссовки купить. Самые дешевые, которые могу все время стирать. В дырочку. Да, стирать, которые машинки в обычном могу. После каждой прямо тренировки. Сильно прямо жарко стало. Не на улице, и в зале, и везде жарко. У нас уже днем. Вчера Андрей сказал, что они на работе смотрели, плюс 32 градуса было. Ну, кстати, Витя сейчас холодный. Мы, вон, не коютки, ничего не взяли. Крестя водный футбол. Ой, я вообще ни капельки не замерзла. Я так рада, что ничего не надела. Как хорошо, что ты меня отговорила куртку брать из офиса. Ну, ее еще в ееках-то тащить. Ну, да. Мол, потому что все эти мешки тащить еще и... Еще нам, девчата, надо купить отпариватель. Сейчас пойдем искать после тренировки. Смотрите, еще один ряд. А здесь обои подают. Это ряд для обоев. Так, а мы покупаем отпариватель после тренировки. Да. Он у нас заглох, что-то сломался уже. И при этом уже свет даже врубается. Ну, у нас 2 года работа. А я как только начинаю его включать, вырубаются все электрические эти ситки. Во всем здании. Да, во всем здании. Не только в нашем офисе, еще у всех. Мы поняли небольшую зависимость. Почему все время выключается свет во всем здании? И все спрашивают, у кого чайник? И уже пальцем тыкают на наш офис. По сожалению. Да, я только, знаете, втыкаю в розетку и бахаю все. И все здание без электричества. Я думаю, о-о, я думаю, нет, это что-то, наверное, я делаю не так. Так что пойдем сейчас еще отпариватель искать после тренировки. Ой, как рыбка, вкусно пахнет. Копчененькая, да? Я только подумаю, как мне это начало поташнивать. Как вкусно пахнет. Тут все хлеба. Хлебушком запахнет. Слушайте, у меня на запахе вообще такое аппетитство зажигается. Так, вот там туалет, да, мой на запахе не пойдет. Так пойдем, перехочется есть. Вот ты как начаться, беги там, борешься, да? Вообще, с самого Берды перехотелось есть. На, 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 на кассе как раз-то где-то. И все, он все с ромяшками станет. Ну, да. Ну, не знаю, всегда, когда захожу, там, там, прям в туалете на кассе кушают. Может, ты поставить дверь открытую, чтобы пускай пройдет? Да, еще поюгаю тебя, что ты сквозняки делаешь. Что-нибудь, знаешь, ты. Ну, лучше с этим запахом, да? Конечно. Так, все, идем к кроссовке покупать. Сейчас мы все поснимаем. На работу я с собой беру по 50 грамм жареной картошки. Только картофель я жарила на сухой сковородке. Просто мне надоело уже вареное. Решила хоть чуть-чуть подсушить. Они получились как гриль, потому что я ее все время мешала. И она такая поджаристая получилась. Без масла. Далее тушеные вешенки по 70 грамм. По половинке помидора, яйцо отварное. И по одной голени. Голени одна вышла на 45 грамм, другая вышла на 50 грамм. На ужин я буду есть жареную рыбу на вагу. Один огурец, один помидор. Так, вот, просто примеряет. В дырочку, да? Ну, да. Ну, она вообще такие тканые. Сейчас. Почем они? 1360. Что дорогие? Может быть, яркие все, зеленые? Конечно. Давай, тебе какое из нее принести? 39-й. А они 1360 тоже стоят. Давай. 39-й? Вы 38-й. 36-й. А, подержи. Ты меня сейчас снимаешь? Ты меня сейчас снимала? Здравствуйте. Ну, ай, красивый. Он как раз хорошо. Какой тебе? 39-й подошел? Ну, вот, который я померю, такой подошел. Ты 39-й дала? Я там паузу делала. Дети бегали просто. А, я думала, ты забыла, который... Ты думала, у меня моя ад совсем, окончательная, да? Я думала, ты забыла, какой ты мне дала. Я сейчас смотрю, ты так разговариваешь, как будто у меня моя ад. Так все уже, может быть, говорят, что оно может начаться все непредсказуемо. Ну, вот у тебя начается оно непредсказуемо. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Какие красивые, яркие. Все, супер. Они проживают? Не давят нигде? Нет. Ты же 39-й. Ну, чтоб не большие были. Небольшие? Нет. Девчули, ну, купили крестик-косовки, бежим в подзал. Сейчас пока нет музыки. Что-то удивительное. На этой улице всегда музыка. Тепло. Видите, сколько на воду. Хоть в будни. Ну, кто-то еще в куртках все равно ходит. Да. Сейчас такая похода, как бы, в куртке и сразу лето. Ну, как всегда, женщина видела в такой, просто в берете, в тепленьком. Ну, кто на взгляд? И в альпаке. Нет, в теньке холодно. Особенно для тех, кто мерзнет. Ну, сейчас вон плюс 25 написано на табло. Музыка знаменитая, выключай все. Ё-моё. Спасибо. Ой, Юлечка, спасибо большое. С днем рождения. Я желаю тебе, а собака тоже позитивная. Я считаю, что я желаю тебе прогрессовать, цвести, пахнуть. Будь довольна своей жизнью, в первую очередь. Вот даже на тренировках у меня ведешь себя несколько закрытий, нежели я смотрю YouTube-канаду, и думаю, блядь, ну тебе, как жоп, вот цвет. Все, молодец. Я рада, что вы у меня есть. Умывая человека. Спасибо большое. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...